Здравствуйте! На телеканале Первая Матичинская информационная программа День. В студии Алина Саваш. И вот о чем мы расскажем сегодня. Пойман с поличным. Матичинский эскобар задержан полицейскими за сбыт наркотиков. Когда они проверяли у меня документы, они спросили, если есть что-то запрещенное, на что я допроволил это запрещение вещества. Чистая планета, счастливое будущее. Субботник на Клязьминском водохранилище объединил десятки активистов. Действительно очень важная задача очистить наше водохранилище. Это все-таки источник противового восстановления города Москвы. Дружба народов в мытищах. В местном музее проходит выставка «Москва-Пекин». И не случайно у них совершенно великолепная каллиграфия, совершенно великолепные рисунки тушью. Вкусно и весело. Жители и гости округа ярко отметили выходные. Обзор самых интересных событий покажем сегодня. Передать своим детям, внукам истории своего места, где ты живешь. Ну, это очень важно. Мы должны знать, откуда наши корни. Дадут жару молодым. Фестиваль танцев среди участников клуба «Активное долголетие» выявил новые таланты у мытищинских пенсионеров. Я пойду, пойду погуляю. Белую березу заломаю. Начнем выпуск с происшествий. Молодого человека с пакетиком мефедрона задержали на силикатной улице в мытищах. Внимание полиции на себя обратил 20-летний парень, когда при проверке документов сильно занервничал. Поэтому правоохранители решили досмотреть его. В результате при нем обнаружили наркотики. Какое наказание ждет дилера, расскажет наш корреспондент. Большинству граждан эти заросли едва ли могут показаться подозрительными. Но только не полицейским. Среди листьев и травы они почти сразу нашли небольшой сверток. Таких загладок в мытищах обнаружено еще 16. Все они сделаны одним дилером. Я был задержан возле поликлиники в районе у меня с силикатными сотрудниками ППС для проверки документов. И в момент, когда они проверяли у меня документы, они спросили, есть ли что-то запрещенное, на что я добровольно в эту запрещенную вещественную свертку. По итогам экспертизы стало ясно. В пакетиках мефедрон. В арендуемой квартире 20-летний преступник хранил еще 400 аналогичных свертков. Их суммарный вес превышал 700 грамм. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Остальное изъятое вещество будет исследовано в рамках предварительного расследования. Несмотря на юный возраст, нарушитель уже был ранее судим. По словам дилера, работу он нашел в интернете. Быстрый заработок для него обернулся большой бедой. Согласно статье 228 Уголовного кодекса России, сбыт запрещенных веществ наказывается тюремным сроком до 8 лет. А ведь этого можно было избежать, если бы парень держался от наркоторговли подальше. Евгений Ощепков, Первый Матищинский. К другим темам. Более 100 мешков с мусором собрали активисты в деревне Капустино. Совместными усилиями неравнодушные жители, волонтеры и экологи очистили берег Клязьминского водохранилища. Заключительный в этом году субботник в рамках акции «Вода России» состоялся на минувших выходных. Сколько водных объектов удалось избавить от загрязнений с начала весны, расскажет Лала Керимова. Клязьминское водохранилище – один из главных живописных уголков округа. Зелёный оазис привлекает не только матищинцев, но и гостей из соседних городов. На водоёме нередко проводят различные соревнования, например, по плаванию или парусному спорту. Однако такое внимание к этому месту не остаётся без неприятных последствий. От мусора, который бросают нерадивые туристы, берега заметно страдают. Чтобы вернуть любимому горожанам месту бывалый вид, десятки активистов вышли на субботник. Как вы видите, мы с мной уже приступили к работе. Огромное количество мусора здесь оставили после себя отдыхающие рыбаки. Поэтому это действительно очень важная задача – очистить наше водохранилище. Это у нас всё-таки источник питьевого вознаграждения города Москвы. Порядка 40 волонтёров из матищинского филиала МГТУ имени Баумана вооружились перчатками и мешками. Студенты присоединяются к акции «Вода России» не впервые. И каждый раз ребята ставят перед собой общую цель. Если мы не будем делать то, что мы делаем сейчас, я думаю, мы погрязнем в отходах и, к сожалению, в безответственном отношении людей к нашей окружающей среде. Свою малую родину хотят сделать лучше и обычные жители. На субботнике их тоже немало. Среди них и Анна Васильева. Она пришла на уборку вместе с сыном Ярославом. В природе, чтобы легко было дышать, ей нужно помогать, собирать мусор. Вот мы участвуем в таких мероприятиях. А ещё он ждёт лето, чтобы потом здесь купаться на чистом береге. За четыре часа активистам удалось собрать 25 кубометров мусора. Акция «Вода России» в деревне Капустина стала заключительной в этом году. Помимо клязьмы, в текущем сезоне неравнодушные жители округа и волонтёры очистили берега Сукромки, Яузы и Борисовки. Но на этом они останавливаться не планируют. Мероприятия возобновятся в следующем году. Самые первые субботники мы стараемся организовать сразу после снежных покровов, пока не встала густая растительность, для того, чтобы было легче увидеть весь мусор. И в летний период мы обычно сегодня не проводим, из-за того, что очень густая трава, мусора не видно. Теперь, когда сезон подошёл к концу, волонтёры набираются сил перед новой расчисткой. Однако каждый своими усилиями может сделать так, чтобы количество отходов не увеличивалось. Ведь забота о природе начинается с нас. Лала Керимова, Светлана Покровская, Алина Серим, Первый Матичинский. К новостям культуры. Выставка российских и китайских художников открылась в Матичинском музее. Экспозиция стала частью масштабного фестиваля, посвящённого 75-летию дружбы между двумя странами. Картины в наш округ приехали из Центрального дома работников искусств. Их уже успели увидеть тысячи людей со всего мира. Среди них наша съёмочная группа. Столько гостей из Азии в стенах Матичинского историко-художественного музея наверное, никогда раньше не было. Все пришли на заключительную экспозицию. Выставка передвижная. Сюда она приехала из Москвы и далее отправится в Китай. Здесь полотна лучших современных российских пейзажистов соседствуют с работами восточных мастеров. Это очень разные, очень глобально отличающиеся культуры. Потому что китайское искусство, оно во многом очень знаковое. Ценящие такую чёрно-белую графику. И не случайно у них совершенно великолепная каллиграфия, совершенно великолепные рисунки тушью. Очень много китайцев изучают европейскую школу. Очень много студентов учатся и в Институте имени Сурикова, Академическом музея Москвы, и в Институте имени Репина в Санкт-Петербурге. И постигают грамоту реалистического искусства. Русская художественная школа имеет в Пекине огромный успех. Китайцы всерьёз изучают нашу культуру, но хотят, чтобы и мы больше знали о них. Этот иероглиф означает «каменные врата». Врата в Китай, в его историю и культуру. Вот так лаконично и образно передаётся один из древних символов страны. Не зря каллиграфия в Азии ценится выше живописи, а живопись стремится к лаконизму каллиграфии. Эти картины – это по старому традиционному стилю. Это называется «Гора и вода». Борьба стихий, камни и воды, вечные образы Китая, его символика. Для них этот язык образов понятен, как нам, пейзажи Левитана и Шишкина. Я уверена, в будущем такая выставка будет по часу организуемой. На выставке представлена и легендарная китайская керамика. Это изделие очень известных современных авторов. На экспонатах отображена история революционной борьбы китайского народа за свою независимость. Ну а в дар музею передаётся керамическая кружка, выполненная в традициях, которым более трёх тысяч лет. Это народное искусство или, как бы мы сказали, народный промысел. Такие промыслы в Китае бережно сохраняются через тысячелетия. И нам есть чем поделиться с нашим великим соседом. А значит, дружба культур будет только развиваться. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Мытищинский. И ещё о новостях из сферы культуры. Результаты конкурса талантов «Зажги» объявили в молодёжном центре «Импульс». В борьбу за почётное звание вступили 70 мытищинцев. Из них только 13 стали финалистами. Самые творческие и целеустремлённые участники продемонстрировали свои способности в нескольких номинациях. Вокал, хореография и оригинальный жанр. Фрагменты выступлений продолжат наш эфир. Финалисты конкурса талантов «Зажги» в молодёжном центре «Импульс» готовились к выступлениям задолго до гала-концерта. Они прошли два отборочных тура, чтобы подарить зрителям немало интересных минут настоящего творчества и представить свой хит сезона. Вернее, его вариант. А там уж как решить жюри. Получится из этого хит или пока рано. Все, кто выходит на сцену, должны понимать, что они в моменте здесь и сейчас должны собраться. Волнение прочь и только вперёд. В каждом слове особая энергетика. А в каждом движении свой авторский посыл. Из 70 заявок в финал прошли лишь 13 конкурсантов. Целеустремлённых и талантливых. После выступления жюри подробно разбирает каждый номер. Есть недоработки, есть ученические ошибки. Но самое главное – есть желание реализоваться. После выступления, как вот душевное облегчение, спокойствие и не переживание вообще ни за что, потому что я сделала всё, что я хотела сделать. За звание лучшего участники боролись в трёх номинациях. Вокал, оригинальный жанр и хореография. Каждый выкладывался по полной. Никогда не сдавайтесь и идите вперёд к своей мечте. Такое напутствие дали члены жюри всем участникам. Для кого-то это первый успех и проба пера, а для кого-то повод и расписание на завтра. Ведь впереди новые конкурсы и новые победы. Алина Саваш, Сергей Берзин, Первый Мытищинский. Небольшая реклама прямо сейчас. Далее мы расскажем о том, как в Мытищах прошли выходные. И покажем самые яркие моменты с фестиваля танцев участников клуба «Активное долголетие». Будет интересно. Оставайтесь с нами. Жители Подмосковья-клиенты Мособл Е и РЦ могут поменять бумажную версию квитанции за ЖКУ на электронную. Для этого нужно зайти в личный кабинет Мособл Е и РЦ на сайте или в приложении. В разделе «Платежи» выбрать опцию «Получать платёжные документы в электронном виде». Электронная квитанция ничем не отличается от бумажной, но будет доставляться каждый месяц раньше бумажной. Позволит оплачивать услуги ЖКХ онлайн. ЖКХ с Мособл Е и РЦ. Удобно. Доступно. Онлайн. Если ты патриот своей страны, ты молодой, умный и телеустремлённый гражданин Российской Федерации, если тебе не безразличный порядок и спокойствие твоего города, поступай на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. Межмуниципальное управление МВД России «Матищинская». Территория профессионалов. Вы смотрите информационную программу «День» и мы продолжаем. Выходные в округе прошли на ура. Жители Красной Горки с танцами и песнями отметили День деревни. А в Матищинском лесопарке состоялся легкоатлетический кросс. Насыщенная программа ждала горожан и в воскресенье. Десятки энтузиастов приняли участие в фестивале «Походной кухни». Обзор самых ярких моментов собрал Евгений Ощепков. Садьбы на рассвете, убрать бы стол, тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. В городском округе Матищи расположено больше сотни сельских поселений. Жители одного из них – Красной Горки – отпраздновали День деревни. Более полусотни человек собрались в актовом зале, чтобы посмотреть на выступления своих земляков. Впервые внучка выступает, она недавно сюда не переехали. Я жду выход. Внучка будет танцевать и петь. Некоторые артисты только пошли в школу, но уже уверенно чувствовали себя с микрофоном в руках. Вместе с ними на сцене выступили хореографические коллективы. Корни у Красной Горки и правда интересные. Не все знают, что когда-то она находилась совсем не здесь. В 30-е годы было принято решение переселить деревню с низины на возвышенность. Уникальным опытом переезда здесь гордятся все. Дома, которые находятся здесь, на деревне Красная Горка, они раньше находились там, где сейчас Клязьминское водохранилище. Это деревня Хлябово. И в 1936-1938 были обоснованы здесь деревня Красная Горка. А горку называли раньше жители деревни Абакумово, Собачья гора. Такие праздники в Красной Горке проводят каждый год. Издавна сельчане собирались в этот день и обменивались теплыми пожеланиями. Добрая традиция сохранилась и сегодня. Всем жителям, всем гостям нашей замечательной деревни Красной Горки я желаю здоровья, счастья, на самом деле мирное небо над головой. Не менее насыщенными выходные выдались у участников легкоатлетического кросса в Матищинском лесопарке. Свыше 600 человек пришли сюда, чтобы провести время с пользой. Соревнуются спортсмены в различных возрастных категориях. 13 категорий мальчиков, девочек. Соответственно, самый младший участник, 21 год рождения сегодня у нас, и самый взрослый, там 80 с плюсом. Это состязание проводится в Матищах больше 20 лет. С каждым годом число участников лишь растет. Многие приходят вместе с родными и близкими. Особенно активно к забегу присоединяются молодые семьи. Хотелось бы в год семьи особенно пожелать родителям привлекать детей как можно чаще к физкультурным и спортивным мероприятиям. А привлекать именно своим примером. Участвовать вместе с ними, бежать вместе с ними, прыгать, плавать. Прямо на церемонии открытия легкоатлетического кросса состоялось награждение с золотыми значками ГТО. Почетными обладателями престижной награды стали Алексей Рябов, Федор Рябов, Александр Рябова и Мария Жилина. Мы каждый год участвуем и в лыжах, и в кроссе. Стараемся, всегда попадаем в призы. Поэтому в этом году тоже надеемся, что удастся выиграть. Когда появился комплекс ГТО, то в принципе мы решили, что наша семья будет в нем активно участвовать. Мы должны привлечь тех людей, которые не занимаются спортом, физкультурой, чтобы они тоже выходили, не сидели дома, меньше общались с гаджетами, дышали воздухом. Под раскидистыми кронами Матичинского лесопарка прошел и фестиваль «Походная кухня». Поучаствовать в нем пришли сразу шесть команд матичинских юнормейцев. Ребятам нравится, они с удовольствием принимают участие и тратят свое время в выходные на такое мероприятие. Фестиваль «Походная кухня» проходит в городском округе уже не первый раз. Кроме кулинарных познаний, ребята должны были продемонстрировать навыки сборки и разборки палатки, вязание узлов и оказание первой медицинской помощи. Очень круто, потому что по факту мы сейчас все сплочаемся. Очень хорошо тут, хотелось бы почастие такие мероприятия. На основе простых и доступных ингредиентов юнормейцы приготовили походный обед. Сначала они развели костер, а затем поставили на него похлебку и чай. Душистый запах дыма сделал еду еще вкуснее. Приехали на фестиваль походной кухни с отрядом, решили поучаствовать. Мы участвуем не первый раз, мы участвовали летом. На обед у нас будет овощной рагу с тушенкой, а там еще и чай будет, может быть, что-то сладенькое выдадим. Подобные соревнования нравятся тем, что учишься много чему новому. Команда у меня очень, очень хорошая, мне все нравится. Любимое блюдо, мне нравится картошка с зеленью отварная. Просто готовится и быстро. Полученные навыки пригодятся ребятам во время походов и пикников. В конце концов, сориентироваться на местности, поставить палатку и приготовить сытный ужин – это тоже искусство. Евгения Щепков, Светлана Покровская, Алина Сери, Первый, Мытищинский. Далее к новостям спорта. Командные соревнования по городкам на кубок имени Сысоева прошли на стадионе Торпеда. В рамках дворового турнира ребята показали свою меткость в стрельбе и в игре дартс. Увлекательное состязание позволило проверить свои возможности десяткам школьников. Кто стал самым ловким и точным, расскажет Сергей Берзин. Городожный спорт в Мытищах был очень популярен. Не зря кубок в честь энтузиаста этой игры Сергея Владимировича Сысоева проводится с 2019 года. Принимают участие в нем чаще всего юные спортсмены. Точность, собранность и твердая рука здесь должны быть едины. Но тренировочной практики ребятам еще не хватает. В советское время у нас ребятишки все время играли, сейчас они редко играют. Можно сюда приходить. По времени с один часов и можно играть. Это не просто старинная забава наших предков, а полноценный спорт со своими особенностями. Для подростков расширение спортивного кругозора. Помимо футбола и хоккея в зимний период у нас очень много ребят принимают участие в городках, в дарце, в стрельбе. На каждом соревновании больше 50 ребят участвуют. Это очень хороший результат. И с каждым годом количество ребят и девочек все больше и больше увеличивается. Фигуры, которые надо выбить тяжелой битой, разные. Этот знаменитый колодец прямо в центре стола. Но попасть в него непросто. Бывают и осечки. Впрочем, мастерство дело наживное. Все впереди. А вот в дарце кажется все еще проще. Попасть в круг дротиком с 5 метров сможет каждый. Но не тут-то было. Эта игра тоже очень древняя и у нее свои премудрости. У кого-то дротик летит по невероятной траектории и все мимо цели. А кто-то учится с листа. Дима Василенко отлично отстрелялся из воздушки и в дарте не отстал. Я учусь стрелять и где-то неделю учился. Можно и дома тренироваться. У многих на стенах висят стандартные мишени. Говорят, помогает сосредоточиться, когда выполняешь домашнее задание. А вот в стрельбе из пневматической винтовки все намного сложнее. Тут нужна не только хорошая подготовка, но и талант. Полина Думитраж из третьей школы верит в себя, хотя сегодня не ее день, не ее результат. Вообще получилось, но не очень хорошо. Мне нравится стрелять, но у меня особо нет такой возможности делать это так часто. Выбить 50 очков из 8 выстрелов удалось немногим. Символично, что в стрельбе победила команда «Реальные кабаны». В городках Порту, а в Дарте Грант. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Первый Мытищинский. Фестиваль искусств закружилась в танце время и объединил более 80 участников клуба «Активное долголетие». На сцене Китс Леонидовка представители серебряного возраста исполнили 13 номеров в самых разных стилях. От народных хороводов до венского вальса. В этот раз в пляс пустились не только жители Мытищ, но и соседнего города Королёв. Как это было, видели мои коллеги. Я пойду, пойду погуляю, белую березу заломаю. Чтобы двигаться с грацией и лёгкостью, совсем не обязательно быть молодым. Уже во второй раз участники клуба «Активное долголетие» собираются в культурно-информационном центре Леонидовка. На фестивале закружилась в танце время. Пенсионеры вальсируют так изящно, что кажется, будто возраст над ними невластен. Данный фестиваль был придуман нами в прошлом году. И сначала это были дружеские встречи, так называемая «Восточная вечеринка». Мы пригласили в наш центр Леонидовка коллектив восточного танца из ДК Яуза. В этом году уже мы поняли, что фестиваль может получить более широкое значение. Танцевальные номера помогают мытищинцам поддерживать себя в форме. Эта опытная пара познакомилась еще до вступления в ряды активного долголетия. Ирина и Александр давно вышли на пенсию, но энергии в них хоть отбавляй. Уже 10 лет вместе танцуем и испытываем конечно счастье, когда мы хоть репетиция, хоть выступление у нас очень часто бывают выступления, приглашают нас враженные коллективы. Уже станцевались, можно сказать, сороднились на танцполе. Прилив какой-то адреналина что ли, вот испытываем. То есть ну шикарно все. В программу фестиваля вошли и бальные, и эстрадные, и народные танцы. Суммарно матищницы показали 13 номеров. Каждый из участников вновь перенесся в беззаботную юность и в очередной раз убедился, что возраст это всего лишь цифра. Евгений Ощепков, Вадим Воробьев, Первый Матищинский. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Не забывайте, что следить за жизнью округа вместе с нами можно в ВКонтакте, в Телеграме и на Рутубе. Всего доброго и до новых встреч. Анна – мама шестерых детей. В течение дня она меняет множество профессий. Утром шеф-повод, днем педагог, клининг-менеджер, рефери, доктор, швея, электрик, а поздним вечером соблазнительница. Потому что быть мамой сложно. В мире есть много сложных вещей. А сортировать отходы просто. Это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак. Не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Субтитры Субтитры подогнал «Симон»